Практически все мы убеждены, чтобы побороть лишний вес, нужно придерживаться строжайших диет и постоянно интенсивно тренироваться. Но мои друзья знают обходной, не менее эффективный путь. Сегодня у меня в гостях эксперты, которые расскажут, как научиться не переедать без особых усилий. Встречайте психолог Наталья Холоденко и гастроэнтеролог Александр Мартинчук. Здравствуйте, мои дорогие, спасибо, что пришли. Проблема переедания, попри сформованный стереотип, больше не относится исключительно легендарных товстонев американцев с их любовью к фастфуду. В современном мире ежа перестала быть способом томывания голоду. А проблема переедания с физиологической стала психологической. Если вы живете за звичкой, с нудьги, за компанию или просто потому, что вкусно, вы классичный не на жара. Если количество стрессов в вашем жизни прямо пропорционирует к количеству съеденной ежи, вы стали заручником стойкой зависимости. И как следствие ожирения, а не за горами и проблемы с шлунково-кишковым трактом, диабет и гипертония. И хотя большинство осуществляет, что ести нужно меньше, приборкать аппетит совсем непросто. Именно поэтому сегодня наши эксперты поделятся секретами керувания вашим аппетитом. Маленькие хитрощи, чтобы заевых усилий, уменьшить вашу щоденную порцию вдвече. Насколько актуальна эта тема? И все-таки большинство людей переедает. Почему? Проблема переедания это такая же сильная проблема, как и злоупотребление спиртным, как и проблема табакокурения. То есть это проблема зависимости. Есть такое понятие пищевая зависимость. И очень часто мы едим не потому, что мы действительно испытываем вот этот настоящий голод природный, а мы едим от того, что мы испытываем стресс, мы волнуемся. Но если мы говорим о психологической зависимости от еды, то здесь, наверное, срабатывают какие-то другие факторы. Например, хочется просто получить удовольствие. Происходит это часто, потому что центры, которые отвечают за удовольствие, за насыщение, они, в принципе, находятся рядом. И возбуждение одного может передаваться на другой. И таким образом они друг друга просто стимулируют. Я бы, знаете, сказала еще такой секрет. Вот есть в процессе переедания предпочтение. Если человек любит сладкое, ему не хватает удовольствия, ему не хватает тепла, ему не хватает любви, нежности. Вот ему не хватает в жизни эмоций, таких принятия, ну какого-то позитивного одобрения. И он пытается это через пищу, через сладкое компенсировать. Если человек любит солененькое или остренькое, ему не хватает событий в жизни. То есть ему не хватает каких-то изменений, драйва, впечатлений, чувства самореализации. Это то, на что необходимо обращать свое внимание, для того, чтобы еда не становилась заменителем каких-то событий в жизни. И сегодня мы как раз и будем бороться альтернативными способами, в том числе и с помощью эмоций, с перееданием. Научимся контролировать свое желание съесть лишнего. Ощущение того, сколько необходимо человеку съесть, зависит от цвета. От цвета кухни, от цвета посуды. Цветотерапия – это уже целое направление в психологии. Мы сегодня поговорим о том, как использовать цвет для того, чтобы не вызывать искусственным образом аппетит, не усиливать его. Есть цвета возбуждающие аппетит, и есть цвета приглушающие. Для того, чтобы на практике проверить, насколько это работает, мы провели целый эксперимент. И результаты, между прочим, очень интересные. Ну что же, у нас есть участники эксперимента. Вот наши герои. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Александр, очень приятно. Любите поесть? Да, люблю. Ой, хорошо, как вы весело это говорите. А спортом занимаетесь? Ранее занимался, а сейчас так редко. Нет времени особо на спорт. Идеальный участник, да, для этого эксперимента? Мне нравится ответ, что на еду мы находим время, а на спорт мы его не находим. Кто еще у нас? Меня зовут Оксана. Оксаночка, от вредной еды получается отказываться? Не всегда получается отказаться. Ну вот, соблазняюсь. Ну, хочется же исправить эту ситуацию? Хочется. Познакомься с еще одной участницей. Здравствуйте, меня зовут Александра. Александра. А аппетит у вас хороший? Да. А спортом занимаетесь? Когда-то занималась, сейчас перестала. Итак, мы познакомились с участниками эксперимента, а как прошла первая часть, когда мы определяли влияние цвета на аппетит и количество съеденной еды, вы сейчас узнаете. Каждый из трех экспериментов продолжал протягом двух отдельных дней. Первый эксперимент – колор. Мы проследили, чтобы эти два дни были максимально похожими для наших подоследователей. Тоже, они прокинулись в один и тот самый час, однако поснедили, занимались теми же самыми справами. Разница была лишь в том, что на обед в первый день мы запросили их до червоной комнаты и посадили за стул с червоными тарелками, а в другой – до комнаты синего цвета с синими тарелками. На каждом из приемов ежи доследованием было запропоновано одинаковое меню и одинаковая количество ежи. Та спостережения за участниками эксперимента выявили, что в первый день Александр съедил вдвое или больше, чем в другой, а Оксана и Александра – в полтора раза. Мне кажется, что после увиденного многие из нас захотят просто сменить обои и шторы, например, на кухне, не говоря уже о цвете тарелок. Почему так эффективно влияет цвет на то количество еды, которое мы поглощаем? Дело в том, что цвет тоже влияет на эмоциональное состояние. Красный цвет у любого человека вызывает повышение настроения, желания жить, есть, действовать. И, кстати, красный цвет абсолютно у любого человека вызывает повышение давления. И многие другие физиологические процессы происходят бессознательно, помимо нашей воли. Поэтому все съеденное с таких ярких цветов, красных, оранжевых, желтых оттенков – это всегда будет вызывать аппетит. Желание съесть, и причем съесть быстро. И поэтому многие женщины в красных платьях вызывают аппетит у мужчин. У мужчин, конечно. То есть красное платье можно, красная тарелка – нельзя. Дальше. Синие цвета и все оттенки от серого до черного – это, конечно, то, что уменьшает желание кушать. И то, что не подчеркивает вот эту вот аппетитность еды. Даже если у вас уже, допустим, кухня выполнена в ярких цветах, ну, не стоит переделывать ремонт. Вы можете решать вот эту вот проблему активизации аппетита с помощью посуды. И что можно сказать про белый цвет? На самом деле он очень коварный, потому что белый цвет, он подчеркивает еду. Все, что ты положишь на белую тарелку, кажется очень выразительным. И еще, как вы видите, мы взяли тарелки разных размеров, потому что размер имеет огромное значение. Если вы замечали, в ресторане очень часто подают на больших тарелках. Совершенно верно. Это создает впечатление, что на большой тарелке небольшая порция и стоит еще заказывать. Большая тарелка, она подчеркивает минимальность порции, да. То есть вместо того, чтобы кушать с больших тарелок, в повседневной жизни лучше применять небольшие тарелки. И в целом, мне кажется, в мире вот такая тенденция. Делать очень большие тарелки и накладывать туда все больше и больше еды. Вот и путь к перееданию. Есть еще понятие растягивается желудок. Человек, когда много ест, у него желудок растягивается, и ему просто нужно уже больше есть. Правда ли это, Александр? Абсолютная правда. Правда. То есть действительно, желудок со временем у человека может увеличиваться в размерах. А почему человек продолжает при этом есть все больше и больше? Просто стенки желудка по мере растяжения посылают сигнал в мозг о том, что да, пришла еда. То есть приходит какое-то насыщение. И, соответственно, чем больше желудок, тем больше в него нужно положить, чтобы вызвать такую же ответную реакцию. И человеку самому просто сложно отказаться от больших объемов порции. Он чувствует себя голодным. Итак, желудок растягивается от большого количества еды. Значит, увеличивая размер тарелки, мы не просто переедаем. Мы растягиваем свой желудок и делаем этот процесс бесконечным. В нашем эксперименте и этот вопрос мы рассмотрели. Для чистоты эксперименту мы на целый тиждень залишили добровольцев спокойно. А уже потом начали второй эксперимент – размер. Подоследники провели так само два однаковых дни с запрошением на обед до уже знакомой им кухни. Но в этом разу с нейтральным кольоровым решением. Интерьер и меню протягом двух дней остались незминными. Едина разница. В первый день участники эксперименту ели с больших тарелок. Другой день – с маленьких. Как и передбачали наши эксперты, другого дня залишилося майже в половину больше еды, чем у первой. Мы на сегодняшний день едим эмоциями, умом больше, чем настоящими потребностями. Для того, чтобы не переедать, хочу вам предложить запомнить этот образ и вспоминать его каждый раз, когда вы насыпаете. Возьмем тарелку и разделим ее на две части. Как правило, человеку необходимо в два раза меньше, чем он съедает. На эту часть тарелки положите то количество еды, которое вы хотели бы съесть. А на вторую часть тарелки не ложите ничего. И когда вы будете кушать эту часть, думайте о том, что у вас все получится, что все проблемы разрешатся. Это просто какой-то опыт, который вы в очередной раз переживете наилучшим образом. А вторая часть тарелки – это та наша эмоциональная часть, которая все время требует вдвое больше еды. В общем, скажите своему эмоциональному «я», что ты сегодня еды не получишь, а желудку достаточно всего лишь половины. Я от себя еще хотел добавить. Классе нужно здоровую еду, а не то, что хочется обычно. Кстати, я, знаете, чтобы еще отметила, что здоровая еда, как правило, лежит в тарелке, а нездоровую еду мы можем есть и без тарелки. Перекусы. Да, когда все лежит на тарелке, ты совершенно права, Наташ, можно себя как-то контролировать. Но вот в ситуации, когда приходишь, например, в кинотеатр или садишься около компьютера и ставишь перед собой такое ведерочко, например, попкорна, и удивительно, только что после ужина казалось, что уже ничего не поместится, поместилось. У вас тоже такое бывает? Да. Всеобщая проблема. Мозг в этот момент просто занят своими делами, он не контролирует то, какое количество еды пришло в организм. То есть те сигналы, которые пытаются от желудка пробиться туда, докричаться, что все, хватит, они просто стучат в закрытые двери. А за этими дверями происходит триллер, кино, какие-то компьютерные игры. И сегодня мы учимся, как не переедать, фактически без усилий. Ну, что стоит поменять цвет тарелки, мы знаем теперь, как это влияет на аппетит, или уменьшить ее размер. Есть еще один аспект, который влияет на количество потребляемой нами еды. Давайте посмотрим. Еще через неделю наши добровольцы повернулись на ту самую кухню, чтобы пройти третий, остальный эксперимент – запах. Интерьер, меню и сервирование под час обеда в два остальных дни остались без изменений. Проте первого дня кухню наполнивав запах аппетитного, свежоспеченного хлеба. На второй день аромат лаванды. На второй день аппетит доследований снизился майже вдвече. Какая интересная зависимость ароматов и аппетита того количества еды, который мы можем съесть сразу. Приятные ароматы, когда они очень сильно присутствуют на кухне, способствуют тому, чтобы мы съели, ну, как минимум, в два раза больше. Самый лучший запах, который не будет вызывать у вас аппетита к неправильной еде – это запах свежей зелени. Зелень, запах фруктов – это те вещи, которые не сильные, не приторные, но которые действительно благоприятно способствуют пищеварительному процессу, потому что мы знаем, что когда мы слышим запах, у нас уже выделяется желудочный сок. Тем более, что мы с вами уже знаем, как сделать такие полезные освежители воздуха в домашних условиях или аромолампы, которые помогут нам не только аппетит контролировать, но и укреплять иммунную систему. Об этом рассказывали наши эксперты. Обязательно заходите на сайт нашей программы и смотрите эти полезные сюжеты. Итак, наш эксперимент состоял из трех этапов, и мы убедились в их эффективности. Цвет посуды и цвет вообще интерьера влияют на количество еды, которое мы можем употребить за один раз. Размер тарелки имеет огромное значение, и аромат еды тоже влияет на наш аппетит. Участники эксперимента с довольными лицами тут сидят. Какие выводы, Оксаночка, вы сделали? Когда-то вот у меня была на кухне посуда коричневого цвета. Мне кажется, что тогда я немножко меньше кушала. Задумаясь о том, чтобы обратно вернуться к темной посуде. Александра, вам показалось, что самое полезное в этом эксперименте для вас? У меня дома и белые тарелки, и черные. Я всегда из них ела. Но как-то я не придавала значения, сколько еды я ложу на тарелку. Но после эксперимента я ем только черные тарелки. Умничка! Александр, вы будете пользоваться теми советами, которые сегодня все мы получили от наших экспертов, с учетом результата эксперимента? Конечно, буду. Очень интересную информацию получил. Потому что у меня тоже двое маленьких деток, и мы тоже стараемся им, предлагаем покушать побольше. Но стараемся уже не напрягать детей в этом плане. Хорошие советы. Спасибо большое. Информация полезная. Спасибо и вам за вашу решетку. Самая приятная новость. Чтобы научиться не переедать, есть все-таки нужно. Но делать это необходимо правильно. Помните об этом, и все будет доброе. Привет, Ютуб! Будь внимателен к своему здоровью, а мы всегда подскажем, на что обращать внимание. Подписывайся на видеоканал шоу «Все будет добро» и будь здоров! Субтитры создавал DimaTorzok